На деревьях в Шумкенте распустились тысячи объявлений. Пожалуй, больше всех такая некультурная реклама раздражает сотрудников ЛТД Турмыс. Им приходится ежедневно снимать сотни расклеенных по всему городу объявлений о вакансиях и быстром способе обогащения. В нашем отделе работает больше 300 людей. Они занимаются ручной уборкой улиц нашего города. Одна из их обязанностей – это снимать расклеенные на столбах, деревьях и остановках объявления. Работы очень много. Только пройдут отрезок улицы, уберут листовки, 10 минут не пройдёт, как опять всё будет заклеено объявлениями. Изобретательные сетевики каждый раз придумывают всё новые способы расклейки рекламных объявлений. Их приклеивают метрами скотча. На крышах остановок, на деревьях и даже на лицах детей. К счастью, картонных. Незримый боец с расклейками Айнур Насырова признаётся – не до каждого объявления можно достать. Некоторые, ну очень высокие, незримые сотрудники умудряются клеить их на трёхметровую высоту. Я каждый день снимаю листовки в городе. Последнее время это делать нелегко. Некоторые умники обматывают их скотчем, другие уж не знаю, как вешают их так высоко, что порой их становится невозможно снять. Вот только специальных досок, как раньше, в городе нет. По словам сотрудников отдела архитектуры и градостроительства Шумкента, чтобы не портить облик города, разрешения на такие наклейки уже давно не выдаются. Такие рекламы, как, например, стелы, билборды, лед-экраны, перетяжки, по ним могут обращаться физические и юридические лица во фронт-офис, чтобы получить разрешение официально на наружную рекламу. Есть определённая реклама по телевизору, можно куда дать. Или, опять же, на билборды, лед-экраны и так далее. Не обязательно вешать их и заполонять везде весь город. Нельзя вешать прямо в подъездах и так далее. Это, во-первых, портит архитектурный облик города. Ну и, во-вторых, это незаконно. То есть, есть определённые места были, например, куда можно вешать листовки. Но это я говорю же ещё раз же. На остановках их не разрешается вешать. И, в принципе, на столбах и так далее, и частных территориях. Если верить рекламным объявлениям, которыми увешан весь Шумкент, то соискателей ждут как минимум золотые горы. Быстрое обучение, высокие заработные платы, карьерный рост. Вот только большинство из тех, кто всё же решил позвонить по указанным в объявлениях номерам, работу так и не нашли. В чём причина, мы решили разобраться. Позвоним по нескольким номерам, которые указаны в объявлениях, и спросим. Возможно, нас действительно ждут золотые горы. А я хотела у вас спросить, я увидела ваше объявление на столбе. Хотела спросить, что за работу вы предлагаете? У нас отрубит коммерческая компания, сейчас открываем новый офис. Нам нужны сотрудники. Это случайно не сетевой маркетинг, потому что я уже сталкивалась с таким, да? Да, да. Заработная плата, зарплата сколько? А, плата. Ну, в месяц, да. А у вас есть пенсионные отчисления? Чего? Пенсионные отчисления есть? Пенсионные, нет, частные компании. Может быть, у вас есть работа расклещика рекламы, кто вот клеит листовки, объявления? А, сейчас, я не знаю. Не верю. К слову, вакансии расклещика объявлений можно найти и на популярных сайтах поиска работы. Заработные платы за такой нелегальный труд от 20 тысяч и выше. Эта сумма даже не дотягивает до штрафа. За расклейку таких объявлений предусмотрено наказание 10 МРП или 24 тысячи тенге. Анастасия Новикова, Ерлан Бексаидов, Марат Давлетов, Сергей Константинов. Информационная служба телекомпании «Утро».